Собор Василия Блаженного Ну, во-первых, сразу хочу показать, что здесь не так. А здесь не так – это вот этот вход на какой-то там третий этаж. Видно, что это пристройка. Можно, конечно, подумать, что она не такая древняя пристройка, потому что вроде бы как она органично вписывается в цвет, фактуру, архитектуру собора. Но понимаете, в чем дело? Вот я уже еще раз хочу повторить, что все вот такие входы с шатрами, да, вот с такими шатровыми входами, даже если это 19 век, это все пристройка 19 века. Потому что вход был гораздо ниже. Собор был выше, не так засыпан. Потому что что внизу, не знает никто. Его здесь закрыли, как всегда, всякими ремонтными работами. Ремонтными работами памятник типа делают. Поэтому посмотрим с этой стороны. И теперь приступим к главному. Вот этот вход виден на фото 19 века, на гравюрах 18 века и так далее. И фасад. В принципе, та же самая история и здесь. Потому что, вот смотрите, вот мы видим вроде бы как такие арки внизу, как галерея. Но вот справа она скашивается вниз. Это тоже пристройка. То есть вся вот эта галерея такая узенькая, типа мини-гульбище вокруг этого собора. Это все пристройка. Хорошо видно пристройка по входу, где, ну, входят, начиная осматривать основную композицию. То есть основные моменты этого музея. Потому что это музей. Также можно увидеть, что галерея, которая идет дальше туда, это мы с другой стороны уже посмотрим. Это новая пристройка. Ну, как новая. 200 лет назад практически прошло. И вот они признаки. Признаки того, что неравномерно просело все. Кто-то скажет, это просто проседание после строительства. Я скажу, что это признаки потопа. Называется перекошенные здания, подмытый фундамент. Вот это я и хотел сказать. Посмотрим дальше. Что под собором? Что под собором? А вот такие своды. С токоведущими шинами. Крестово-купольный свод. Всякие входы вот такие, куда-то в окна. Старые камни присутствуют, это видно. Старые кирпичи тоже. Ну, мне кажется, тут много чего обновили. Давайте посмотрим. Прямо не такой у нас старый. Вот старые вставки всякие. Колонны. Грязные. Пройдемся вокруг. Как всегда, белокаменные вставки, подпорки. То есть, это фальшфундамент. Здесь та же картина. В принципе, можно даже не смотреть. Галерея продолжается вокруг всего собора. Ну что ж, посмотрим еще и здесь. Вроде бы как такие заниженные своды. Можно подумать, что тоже засыпаны. Ну, мне кажется, это как раз таки не засыпаны. Это как раз таки новодельное такое что-то. А вот признак того, что перекошенный фундамент. Пожалуйста, смотрите. Видите? Как здорово, да? Гуляет. Так, это плиты, которые все сбиты. И особо ничего не прочитаешь. Надгробие. Вот о чем я и говорил. Здесь все пристроено. Хорошо видно. К фальшфундаменту примыкает вот эта пристройка. Такая грубоватая. Вот она гуляет. Здесь выше, здесь ниже. И как бы выгнута дугой. Это какие-то... Не знаю что. Вставки. Ну, укрепляли все. Плиту сюда просто вставили. Кусок. То есть, ее здесь не было. Идем дальше. Ну, кстати, вот белокаменные всякие. Какой-то темноватый. Не понимаю, может, это обгоревшая. Зачищали. Видно, что зачищали. Новые вставки. Латали. Собор латали. По кускам. Здесь тоже все такое темненькое. Вот реально как будто обгоревшая в какой-то момент. И чуть-чуть зачищено. А здесь такого нет. Как видите. Другая история. Даже камень другой. Посмотрим с этой стороны. Со стороны Москворецкого моста. Да, еще один момент. Уровень гуляет. Вот там, видите, подъем. Чуть-чуть сюда. А здесь, наоборот, спуск. Галерея продолжается здесь. И окошки, кстати, очень интересные вот эти. Словно их специально прорезали. И еще они похожи на скважину. На такую замочную скважину. А вот тут начинается самое интересное вообще. Тихарда. Смотрите. Налепили одну пристройку. Вот с этой стороны слева. К ней еще одну пристроили. Вот эту, чтобы соединить колокольню. У колокольни сделали вот эту вставочку слева. Видите, да? И даже добавили сверху что-то такое, типа мансарда. А вот это конкретно видно, что все пристройки. Это все тоже, кстати, пристройки. Наличие пристроек это признаки переделки после катастрофы. Все эти вставочки, все эти вырезанные окошки. Хотя это, скорее всего, тоже что-то типа щелевых антенн. А вот это все перекошенные пристройки. Вот интересно, как их делали? На сыром фундаменте, что ли, если они так просили. Вот посмотрите. Ну, видно же. Невыраженным глазом хорошо все видно. Как все просело. Как перекошена вот эта пристройка. Типа крыльца. По моему мнению, теперь мое мнение, основная часть собора это вот эти разные, как их называют, церкви. То есть просто резонаторные резонаторные полости. Я бы сказал, что отдельные резонаторные комплексы настроены на определенную частоту, потому что они все разные. Видите? Там подобрана частота. И закрутка у них в разные стороны. То есть тароиды закручиваются. Этот влево, этот вправо. Это вообще что-то другое. Вот для чего все это. теперь смотрим сюда. Там, как всегда, какая-нибудь болталка дурацкая. Смотрим здесь. Та же история. Да, кстати, проблемы вот это все наличествует. Да, это все проблемы с гидроизоляцией. Ага. А вот пошло наша любимая перекошенность. Видите, как изогнут фасад со стороны дороги? я постараюсь одним кадром все снимать, а то слишком много перерывов. Ну, вот видите, здесь хорошо нам известные стяжечки. Вот эти стяжечки. Стяжечки свидетельства потопа. Здание буквально сшивали заново. Оно рушилось, оно падало во все стороны. То перекашивалось в одну, то в другую тянуло. Да, как такие пизанские башни сплошные везде. То же самое наблюдаем вообще везде. Во всей стране, во всех монастырях и домах. А здесь заложено арочное окно. Да тут вообще что-то все перекроено как-то. Вообще теперь не разобраться, что здесь было. Вот тут еще что-то еще круглообразование наверху. Что это такое? Вот это что за ставка такая ребристая? Вообще непонятно. Ну, а здесь все грибково, зеленоватый, грибковое. Я же говорю, здесь проблемы с гидроизоляцией. Это хорошо видно. Скорее всего, здесь уже не то, что обожженное, а именно позеленевший кусочек отпадает. Каймушек-то рушится. Все видно, растрескивается. Вот видите? просчитайте, что здесь написано. Так. Чуть не пойму я, что это. Мосгор... Какой-то Мосгор-Гео- трест. Шелушится кирпич. Выветривание, видимо. вот еще одна вставочка железная. Отсюда переходим к следующему. Еще одни стяжки. Я же говорю, его сшивали. Знаете, когда стул перекашивается, его начинают тоже так же подлатывать со всех сторон. Но скрепляют на что угодно. Гвозди, клей. Продолжаем разговор. Приходится делать паузы, такие обрывы, потому что появляются громкие машины, которые мешают. Хочется как-то снимать без всяких шумов. Так, стяжечки здесь увидели. Еще одна стяжечка. Вот она наверху. Сшивали вверху и внизу. Вот видите, она торчит. И там еще какие-то железные вставки. И вот еще стяжки у полуколонны. А, ну да, там тоже получается стяжки. Или скобы. Там скорее все скобы. ну и здесь тоже. Смотрите, как все просело. Я вот держу ровно. А получается, это здание наклоняется влево и вправо. Оно как бы как бутончик распадалось и раскрывалось во все стороны. Были моменты, когда здание наоборот складывалось внутрь. Это вот видно на варварке по всяким храмам. А здесь получается, что оно расседалось по сторонам. То есть стены как карточный домик начинали рушиться в разные стороны друг от друга. Неравномерно, несимметрично вот эти окна тоже. И наверху та же история. все это признаки, признаки, мелочи, друзья, мелочи. Все кроется в мелочах. Вся истина. Сейчас посмотрим, как весело здесь. Ну, кстати, тут я забрался чуть повыше. Тут уровень тоже. Вот чуть-чуть здесь откопали побольше. Здесь наоборот дорожку оставили. И вот что могу сказать, что перекошенность вот этого здания видна еще больше. несимметричность, асимметричность. И такое чувство, что колокольня-то вот она. А вот эта нижняя часть переделана. Галерея продолжается сюда, и мы снова встречаем Пиранезии наяву. Там тоже ко всяким античным зданиям древним пристраивались вот такие вот безобразные сооружения, что мы с вами здесь наблюдаем. То есть это все вот вот сюда вот к пристройке пристройка. Вот эта часть типа как алтарь с апсидами. Еще одна такая же штука. Вот эти две три даже раз повыше два и три. А третье это портик. Портик вход. И он как раз таки стоит тоже неровно. Это вы можете видеть воочию вот сейчас. символ символ слави ромбик. С учетом даже с учетом того, что у меня видеокамера сейчас включена широкоформатно, все равно видно насколько же все гуляет. Даже с учетом этого. ну смотрите какая там высота и как здесь смотрите уровень самой Красной площади это где-то ну-ка вот это где-то даже выше входа в этот в музей Покровский собор в храм собор вот видите линия где-то прямо на уровне верха двери то есть он получается как бы даже еще и ниже в низе не стоит как вам такое по идее собор который должен вот смотрите двухэтажный автобус сейчас строится целиком сколько метров двухэтажный автобус наверное метр три будет четыре вон он уехал туда а мы здесь ходим гуляем это все вот скорее всего тоже то что не откопали и специально оставили чтобы укрепить укрепить сам собор все здания эти укрепить потому что если бы откопали то оно бы рушится стало еще больше поэтому оставили так сделали вот эту вот стенку из каменных блоков которую вы видите везде и на гравюрах и на картинах и на фотографиях девятнадцатого века и ну естественно современных и все вот вам получился такой собор склеенный заново если вы присмотритесь то еще можно заметить что вот видите этот купол на таком глухом барабане он накренился влево ну когда даже так сделаю все равно видно что он накренился все в зеленке зелененькое все как видите потихонечку разрушается от воды трескается вот видите трещинки да потому что это не настоящий фундамент еще раз могу повторить этот фундамент не настоящий тем более те кто был внутри там есть такие окошечки где можно увидеть что внизу подклеть типа можно увидеть что внизу а там что-то такое каменное белокаменное в общем истинный вид и истинный фундамент этого собора он глубоко внизу какой на себя не знает никто потому что не копали хотя кто и узнает может быть там внизу все уже откопали изучают а мы не знаем этого под манзолеем то тоже есть целый институт но там место было там действительно есть где разместить где можно было разместить все это алифзов ров проходил и очень много строений кирпичных место полно просто откапывай чини и запускай что-нибудь там тоже зелененькое еще одна какая-то железочка типа контактик ну я думаю что это замеряли тут что-то если геотрест геодезия метки геодезические я не геодезист но видимо это они что они тут мерили вымеряли уровень чтобы знать что к чему да чтобы как тут поддомкратить как каменный собор можно поддомкратить да запросто если целые дома перевозили еще в 20 веке вот видите тоже здесь вставочка накроили нагромоздили и ну честно говоря все вот эти пристройки изуродовали истинный облик великолепного здания такого античного и как оно выглядело изначально мы не знаем да вот смотрите здесь тоже видно как гуляет уровень вот туда видите вот это да как туда идет влево вниз и потом потихоньку вот здесь хорошо видно даже по камням волнами гуляет то есть эти блоки это все подпорка не более еще какая-то безобразная дверка куда-то Пиранезе наяву российские российские руины восстановленные да Пиранезе в России вот так вот в Москве не в Риме а в Москве немножко еще пройдемся здесь и надо наверное уже завершить видео вот он портик такой весь перекосаеченный о видите база какая скошенная колонны вот уровень тоже пляшет сюда колонна накренилась накренилась влево ну и здесь тоже все пляшет естественно ну вот смотрите по макету собора можно сказать что это восьми лучевая система и все вот это лишнее просто можно отсечь даже со этими входами ну и конечно же вот это вот колокольня я так понимаю тоже что-то лишнее здесь вот по сути дела и разобрались друзья ну что я могу сказать в конце истинный вид Покровского собора это фрактал восьмигранник все остальное это лишнее пристроили для удобства входа наверх в общем все перестроено все переделано и это скорее всего был тоже какой-то частотный вибрационный комплекс с резонаторными полостями системами вернее даже отдельными разной частоты гармоничная типа музыка вселенной потому что говорят что это вообще типа как галактика какая-то там или солнечная система или что это из себя представляет собор скорее всего к этому вот резонаторному комплексу энергокомплексу подходил акведук который теперь вот этот мост москворецкий который переделали много раз перестроили возможно он раньше проходил прямо через него это был или конечный пункт акведука или начальный или это просто сквозной через него вот мы и выяснили собственно говоря что не так с Покровским собором что не так это изначально фрактальный комплекс восьмилучевой восьмигранный все остальное и даже колокольный это лишние детали в девятнадцатом веке или восемнадцатом возможно даже случилась катастрофа потоп там атака пришельцев каких-нибудь или там в общем захватчиков да и вот после разрушения всего этот вот отдельный так скажем шатер валялся в стороне его пристроили как отдельную колокольню поставили на такой купол и поставили отдельно на сооружение и сказали что это колокольня вот что не так с храмом Василия Блаженного он же Покровский собор друзья надеюсь вам понравилась моя версия подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой Яндекс Дзен который будет в описании на группу ВКонтакте обязательно там всегда что-то новое и интересное ну еще один еще одно объявление так как Ютуб отключил монетизацию уже давно в начале как вся заварушка началась поэтому мы блогеры остались вообще без каких либо средств поэтому такая небольшая просьба друзья поддержите вашего автора все реквизиты на там карту Сбербанк или другие какие-то например донейшн все будет в описании знайте где это найти поддержите вашего автора то есть меня это моя мотивация снимать еще больше и интереснее о добрый знак поэтому всем добра остаемся на связи сми как в на все и о в в Продолжение следует...